Здравствуйте дорогие зрители! Набралось у нас немного новостей и мы хотим вам их рассказать. Начнем с явления кубинских партизан народу. Ну не совсем еще и явление, но все же. Марио Симаро начал сниматься в фильме The Zwickys. Съемки проходят в Гондурасе и будут задействованы актеры из этой центрально-американской страны. Ждем, когда уже Марио Личико покажет. Его партнерша по фильму Сильвана Ариес уже высказалась по поводу его участия в этом проекте. Она сказала, что они знакомы очень давно, он был ее братом в новелле Дикая кошка, так что она очень рада вновь с ним встретиться. А Дикая кошка тем временем идет в Мексике. Ну и море любви собирается повторить в Испании. В общем, если актерам платят с показов, то Симаро может не работать совсем. А теперь новость бомба. Лусия Мендес решила уйти на заслуженный отдых. Она сказала, что 40 лет карьеры вполне хороший срок, и она не хочет умереть на сцене. Поэтому она предпочитает уйти с достоинством. Она ни о чем не жалеет. В ее жизни было все. Единственное, чего бы она хотела, это вернуть маму и брата. С одной стороны, жаль. Лусия – дама яркая во всех отношениях. Если скандал, то грандиозное скандалище. Если работа, то очень качественная. С другой стороны, она совершенно права. Надо уходить вовремя, чтобы тебя не было мучительно жалко. На телевизе дела идут ни шатка, ни валка. Ни одна вечерняя новелла не имеет высоких рейтингов. Бывали у телевиза времена тяжелые, но не до такой же степени. Кстати, Карла Эстрада все же не будет снимать в этом году. Мы почему-то в этом не сомневались, что так и будет. Хосе Альберто Кастро, видимо, будет делать ремейк аргентинской Малпариды. И по слухам, туда планируется Иван Санчес. Народ уже начал выражать гуэра сочувствия. Но с другой стороны, вам шашечки или ехать? Ну, пусть у него характер тяжелый, но играет он ведь хорошо. А эти – в телевизорске милые и ласковые котики и кошечки, в уже которую новеллу заваливают. И вот подтверждение. Новелла «Как прекрасна любовь», которая шла в Перу, получила там разгромную критику. Досталась всем – и продюсерам, и сценаристам, и исполнителям ролей. Главная претензия – это неправдоподобность сюжета и абсолютно нехимичная главная пара. Статья называется «Мексиканская история без уважения к общественным традициям». Телевизор планирует еще одну новеллу в Содружестве с RTI Колумбия. Новелла будет называться «Дьявол-хранитель» и в главной роли снимется Марта Игоры. Ей придется сыграть свою героиню Виолетту с подросткового возраста до 28 лет. Задача трудная, но выполнимая. Может быть, на этот раз повезет и снимут что-то стоящее. Многострадальный Ацтека бьет как рыба об лед. Но рейтингов собрать не может. Может быть, поэтому Аура Кристина Гейтнер решила не искушать судьбу и не сниматься в новой новелле под названием «Карасон де Кондоминио». Хотя у нее есть другие причины для нежелания работать. Но это для другой передачи. Колумбийская Караколи выходит на международный рынок и будет представлять свои новеллы. Пабло на рынках Австралии, Новой Зеландии, Японии и Гонконга. Чилийцы начнут снимать в августе новеллу под названием «Вэлвэтэмпран». Это комедия для всей семьи. Телемунда после окончания патрона не может порадовать хорошими рейтингами. Один сеньор с небес держит марку. Но хоть немного позиций сдал. Поговаривают, что будет второй сезон этой нарко-новеллы. Поглядим. Как правило, вторые сезоны менее удачные. Две новеллы «Дама» и «Рабочий» и «Муж на прокат» показывают рейтинги 0.3 и 0.4. Что касается «Дамы», то как-то не жалко. Ресенды с Риосом уже не просто надоели, а надоели до тошноты. Вот вам и результат. А вот «Муж на прокат» почему не пошел, сказать пока трудно. Может, сюжет не нравится, а может, актеры глаза намозолили. Соня Смит и Марица Родригес тоже не слазит с голубых экранов в последние несколько лет. А скоро к ним присоединится Мигель Вороним, и тогда вся шайка будет с буря. Жаль, что пора с Соней разводиться, а то бы и он поучаствовал в этом празднике семейственности. На сегодня все. Ждем вас в наших следующих программах. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok